Как вы относитесь к этой, ну не идее, а к поводу дельфинов, то, что их признали личностями? Высшие, ну как, не личностями, а то, что у них, они как высшие, ну, существа интеллектуальные. И так, чтобы говорить про высших и низших, не мог бы указать, в какую сторону вектор направить. Вот обезьяны, люди, дельфины, ну и где-то, где-то там. Каким образом данное тестирование, данное ранжирование составлено? Постепенные сложности развития процессора, ну, то есть головного мозга. Постепенные сложности поведенческих реакций. Если постепенные сложности поведения, то есть по резертирующему, то очень важно, с учетом или без учета экологической специфики. Потому что я берусь задать задачки элементарные для крысы, которые не решат выпускники университета. Есть такая вещь, которая называется экологическая специфика. Для каждого биологического вида есть класс задач, которые бессмысленны. В рамках их экология такого просто быть не может. Задача про деревянную железку. Да. Смотрите, я же хочу еще много где-то на самом деле. Знаю, что. Потому что здесь все зависит от того, что они, собственно, имеют. То, что головной мозг у всех китообразных сложнее морфологически, чем у человечески. Это очень давно известно. У нас не самые сложные мозги. И не самые крупные мозги. Ну, по восприятию себя, наверное. Как? Как бы интересует. Как я себя воспринимаю, я это знаю. А вот как вы себя воспринимаете, я не знаю. Скажите, пожалуйста, какого цвета поменду? Красный. Красный. Слово красный я тоже знаю. Я его слушаю. Так? А теперь докажите мне, что вы воспринимаете красный цвет так же, как я. А вот это сделать совсем нельзя. Не существует мнения. Просто. Откуда у вас слово красный появляется в обеходе? Когда дети умниче человеческие рождаются, мы вам говорят, он помидор, он красный. Вот платье у тебя красное. Так? Он флажок, он красный. И человек тревогает, что такое ощущение называется таким именем. Но отсюда никак не следует, что ощущение у Васи Купкина такое же, как у меня. Слово, да, мы используем одно и то же. А про ощущение никто не знает. Это принципиальная отличие психологии от нейробиологии. Причем, чем грамотнее человек, как нейробиолог, тем сильнее у него застрет на понимание вот этой непроходимой границы. Это и понятно. Это абсолютно понятно. Дело в том, что есть в любой науке такое представление, которое называется «допустимый объем термина». Ведь научный термин – это не просто слова. Научный язык – это очень своеобразное насилие на языковых. В любом живом языке есть система синонимов. Так? А в научном языке ее нет и быть не может. Только это делает возможным производство однозначных утверждений. Если бы можно было так, а еще так, а еще вот так сказать, то никакой однозначности его на выход не получили. Понимаете? А, к сожалению, нейробиологи выходят за рамки допустимого использования термина. Когда начинают возиться с понятиями мышления, с понятиями ощущения, с понятиями интеллекта и так далее. Потому что это не биологические понятия. Их можно изучать. Их можно мерить. Но просто совершенно другим методом. Он проголосует. В качестве очень слабого примера, с вашей точки зрения, хорошему мастеру по компьютерному железу дают совершенно неизвестный вариант компьютера. Так? Он в железе, если он действительно хороший мастер, разобраться сможет. Здесь он хороший мастер. А не включая компьютер, он может сказать, какое программное обеспечение на нем стоит. Это совершенно невозможно. Так вот, нейробиологи изучают железо. Мозги — это конструкция. Так? А термины при этом используют — персуальное, мышление, речь и так подобное. А не конструкция. Это уж совсем другое. Так что я не против того, что дефина — это вершина. Только неплохо понять, еще вершина чего, во-первых. А во-вторых, как доказывалось, что имеется в виду. А вообще, то, что они чертовски занятные существа, несомненно. Несомненно так.